Парара! Почему мне так не повезло? У меня всего одна пицца. Потому что все остальные достались мне. А вот и нет, все пиццы у меня. Вы только посмотрите на эту башню. Вот это да! У тебя огромный столб из пицц, а у меня всего лишь одна. Это несправедливо. Хватит ныть! Лучше побыстрее начинай есть. Надеюсь, что моя пицца хотя бы самая вкусная. Выглядит она уж точно аппетитнее. А у меня остальных. Вкуснотища! А сколько же тут сыра! Обожаю сыр! Эй! Я тебе не мусорный пакет, чтобы в меня выбрасывать объедки! Ну, знаешь, получай! Эй, чего сразу драться? Я же не специально. Я тоже хочу поскорее слопать мои пиццы. От одного их вида у меня уже слюнки текут. Я придумала способ, как можно есть быстрее и удобнее, чтобы руки не пачкать. пицца. Ммм... Ничего себе! Вот это да! Я не думала, что у кого-то может получиться такое. Да как ты это делаешь? Пицца вкусная, так что я и не на такое способна. Ой! Что это со мной произошло? Кажется, теперь тебе точно будет не до пицц. А вот мы бы от них не отказались. Вкуснятина! Мне срочно нужно вернуться в нормальное состояние. Ух! А где мои пиццы? Кто их украл? Да-да, и правда, кто посмел? Ох вы, воришки! Как не стыдно! Мне вообще не стыдно, потому что я думаю только о том, как буду есть свою кучу пицц. Ну что? Пора вас слопать. Может, не стоит их есть у основания? Да ладно, что может произойти? Ай! Вот что, а мы предупреждали. Да уж, случился настоящий пицца-пад. За что мне такое наказание? Я ненавижу чеснок. Да кто его вообще любит? Вам просто не повезло, потому что у меня всего лишь один чеснок. Каман! Окей. Чего ты смеешься? Получается, что ты первая будешь его есть. Легко. Я же не трусиха, так что я с ним быстро справлюсь. Главное, чтобы меня не стошнило. О, нет. Кажется, я переоценила свои силы. Такую дрянь есть просто нереально. С меня довольна. Еще чего. Ты должна доесть свой чеснок до конца. У меня даже для тебя специальный подарок есть. Чеснок и давилка. В нее можно засунуть весь чеснок и выдавить его прямо тебе в рот. Не хочу. Это был не вопрос. А ну-ка открывай рот. Какая гадость. Теперь у меня во рту будто кошка. Ну, вы поняли. Ой, даже я чувствую этот запах. Как воняет ужас. Как хорошо, что для таких случаев у меня всегда есть жвачка. Спасибо большое. Теперь и вам нюхать не придется, а мне страдать. Алекс, ну что, твоя очередь есть чеснок. Зачем же я буду его есть? Смотрите, какое крутое ожерелье из него можно получить. Хватит баловаться. Тебе все равно придется его съесть. Ладно. Но для начала надо избавиться от лишнего. Для этого у меня есть огромная ваза. Потрясем. Ну вот, теперь от него остались только зубчики. Значит, можно есть. Какой ужас. Я ничего более гадкого в жизни не пробовал. А я поняла, как воняло у меня изо рта. От любого запаха всегда может уберечь обычная прищепка. А если ее будет мало, то нужно распрыскать везде освежитель воздуха. Нет, кажется, просто освежитель не помогает. Нужно нейтрализовать источник вони. Помогло. Но не вздумайте повторять это дома, потому что освежитель воздуха очень опасен. Зато изо рта не воняет. Класс! Джулия, а ты кого ждешь? Скорее ешь свой чеснок! Я с детства его терпеть не могу. Если увидите, что мое лицо зеленеет, помогите мне. Умоляю. Какая же это гадость! Отвратительно! Зачем же ты так торопишься? Да, тебе ведь некуда спешить. Зато так я поскорее справлюсь с этим ужасным чесноком. Ничего себе какая смелость! И какая скорость! Джулия, ты молодец! Осталось еще чуть-чуть. Вот это да! Да как это возможно? Все, чеснока больше нет. Ого, даже от меня так не воняло. Джулия, прости, но нам придется тебя изолировать. Или мы все тут потеряем сознание от вони. За что? Сработало! Наконец-то в комнате не воняет! Да, и мне стало гораздо лучше. Ура! Блин, не повезло мне стик-таком. А мне повезло, у меня целая пачка. Смотри, кому реально повезло. Да уж, должна же была и мне когда-нибудь выпасть куча вкусняшек. Милы, у тебя конфеток меньше всех, так что начинай. Думаю, съесть одну конфетку тик-так мне не составит труда. Вкусно, но ужасно мало. Алекс, твоя очередь. Наконец-то! Ох, сейчас как наемся! Что происходит? Почему не сыпется? Алекс остался без конфет? Вот еще! Блин, теперь вообще весь стик-так рассыпал. Думаю, я смогу быстро его собрать с помощью обычной трубочки. Готово! Джули, осталась только ты. У меня не просто огромная пачка конфеток. У меня целая куча обычных пачек. Да здесь всем хватит. Вот еще, все конфеты мои. Я обожаю тик-так, так что пару десятков пачек съем быстро. Блин, даже с нами не поделилась. ничего страшного. Я знаю один способ, как стащить одну пачку. Та-дам! И конфетки наши. А ну стоять! Как вам не стыдно воровать? Улик нет. Ты ничего не докажешь. Сейчас я вас быстро проучу. Месть Джули будет ужасной руки вверх. Получайте. Ну как вам? будете знать, как воровать мои вкусняшки. Мила, это же целая куча конфет. Скорее лови их. Точно. Вкуснятина. Что? У меня не осталось тик-така. Я все потратила на пули. Зато поделилась с друзьями. Ого, сколько мармеладных глазок. У вас их много, а мне достался всего один. Это вообще не смешно. Это вообще не смешно. Получай. Хотя, может, глаз и один, но он все равно очень вкусный. Кажется, Мила расстроилась. Думаю, ее развеселит мой пранк. Надеюсь, он не покажется ей слишком жестоким. Но мне кажется, что это невероятно смешно. Мила, смотри, что я натворил. Как же больно. Глаз, его больше нет. Что? Какой ужас. Убери его от меня подальше. Вы что творите? Я задыхаюсь. Мила, из-за тебя Джули пострадала. Она же дышать не может. Какая вкуснотища. Откуда здесь глаз? Какая гадость. После сумасшедшего пранка слопать вкусный мармеладный глаз это именно то, что мне нужно. Согласна. я тоже хочу поскорее слопать свои вкусняшки. Смотрите, какие у меня огромные глаза. Алекса, ты чего ждешь? Я сейчас сама твои глаза съем. Еще чего, я и сам со своей кучей вкусняшек справлюсь. Может, ты со мной поделишься? тогда и со мной тоже, мы же друзья. Девочки, даже не старайтесь, все равно я никому из вас ничего не дам. Что происходит? Я слишком хорошо вижу. Глазастый Алекс. Почему у всех так много вкусняшек, а у меня всего лишь одна шоколадка Твикс? Надеюсь, она хотя бы вкусная. Эй, я тебе не мусорное ведро, чтобы в меня бросаться. Да что ты ноешь, ведешь себя как маленькая девочка. У меня появилась одна идея, как разделить шоколадку на несколько вкусных частей. Мне поможет пила. Надеюсь, ты не заплачешь снова, Алекс. Получай, Твикс. Главное, нас не задень своей пилой. Вы мне не нужны. Эта пила предназначена для шоколадки. Готово. Какая вкуснотища. Самый вкусный Твикс в моей жизни. Пришла и моя очередь есть шоколад. Но сначала нужно избавиться от фантиков. Теперь можно приступать к еде. шоколадки. Вкусно. Даже очень. Но чего-то явно не хватает. А знаете, с чем идеально сочетается шоколад? С молочком. Ай, да почему все летит мне в лицо? Это невероятно вкусное сочетание. Шоколадное молоко Твикс настоящий шоколадный рай. Рай! Так не хочется, чтобы шоколад заканчивался. А вы чего смотрите? Алекс, ты бы тоже уже мог начать есть. Я как раз придумал одну классную идею. Просто шоколадки это вкусно, но скучно. Гораздо круче выстроить из них огромную башню. В качестве связующего элемента подойдет нутелла. Ого, Алекс, мы и не знали, что ты можешь забабахать такую башню. Конечно, я и не на такое способен. Надеюсь, эта башня побьет какой-нибудь рекорд. Уж очень мне хочется, чтобы все о ней прознали. она такая аппетитная. Лучше мы ее просто съедим. Что вы творите? Почему башня трясется? Вы же ее развалите! Алекс, прости нас. Просто шоколадки очень вкусные. Все хорошо, меня спас шлем. Хотя башню жалко. Вау, здесь целая гора чипсов. И вся моя. Да уж, у вас чипсов много, а мне досталась одна очень маленькая чипсинка. Я ее даже рассмотреть нормально не могу. Это можно сделать только с помощью лупы. Образец выглядит аппетитно. Думаю, мне попался очень вкусный экземпляр. Нужно проверить это эмпирическим путем. Вкусно. А еще очень и очень мало. Алекс, твоя очередь. Наконец-то. Я как раз успел проголодаться. Кто так закрывает чипсы? Так их никто даже открыть не сможет. Без дополнительной помощи здесь не обойтись. Вот теперь другое дело. Сейчас я покажу мастер-класс и вы узнаете, как надо есть чипсы. Хоп, готово. Вкусно тища. Да уж, чипсы в прямом смысле крышесносные. Наконец-то наступила моя очередь есть эту вкусняшку. Эй, аккуратнее. Больно же. прости, но я ничего не могу с собой поделать. Чипсы слишком вкусные. Да хватит, у меня и так голова болит. А меня спасает шлем. Я почти не чувствую ударов, но я знаю, как мы можем ее проучить. Достаточно просто разоружить этот замок из чипсов с помощью машинки. Вкусно, но очень тяжело. Только не брокколи. Что за странное семечко мне досталось? На вкус она просто омерзительна. Но кажется, я знаю, что с ней нужно сделать. Если я посажу зернышко и буду за ним ухаживать, то оно обязательно превратится во что-то вкусненькое. Сажаешь ты, а страдаем мы. Хватит ныть. Я почти закончила. Сколько же мне придется ждать, пока оно вырастет? А чего вы ждете? Вы точно успеете разобраться со своим брокколи? Меня от одного их вида тошнит. фу, во рту будто кошка уличная прошлась. Воняет ужасно. Это нужно чем-то запить. А ну стоять. Мне как раз нужна вода, чтобы полить семечку. Ребята, что-то происходит. Оно трясется. Надеюсь, это безопасно. вот это да, Джули вырастила себе брокколи. Да уж, урожай так себе. Теперь тебе придется его есть. Вырастила на свою голову. Ну как, вкусно получилось? Нет, отвратительно. И хватит надо мной смеяться. Мила, теперь твоя очередь. Нет, я не хочу есть целую кучу брокколи. Может получиться от нее избавиться? Смотрите, там Микки Маус. Где? Какие же вы наивные. Теперь нужно успеть избавиться от всего брокколи. А ну стоять! Думаешь, ты самая умная? Да как бы не так. Специально для тебя я поймаю все твои брокколи. Я все съела. А вот то, что ты выкинула. А я думала мы друзья. Друзья не обманывают друг друга, так что приятного аппетита. Давайте начнем с простого. Приготовьте мне картошку фри. Запросто. Будет сделано. Как раз хотел научиться готовить. Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло. Его кстати много не бывает. Ну что, масло почти закипело, это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри. Нет. Стоять. Ой, оно брызгается. Горячо, помогите. Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло. Масло нужно лить со всей осторожностью. Тогда картошечка поджарится равномерно. Ничего трудного. Окей. Картошка фри готова. Осталось только немного добавить соуса. Фри? По-моему, это обычная жареная картошка. Вот я приготовила настоящую картошку фри. И это еще не все. Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес. Мне понадобится бекон, соус и, конечно же, душистый розмарин. Какой аромат. Точно. У меня еще не все потеряно. Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее. Окей. вот это да. Начну пробовать с картошки посередине. Бабуля, это очень вкусно. Ой, фу. Я терпеть не могу розмарин. Простите, госпожа повар, но мне не понравилось. А вот идею с мармеладной картошкой я оценила. Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем. Пусть будет бабушка. Ура! В этот раз задача посложнее. Вам нужно приготовить суши. Будет сделано по лучшему рецепту. Суси, шуси. Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши. Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось. Обычные суши это скучно. Другое дело, суши из разных конфеток. А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки хариба. Красота! И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп. Интересно придумал. У меня тоже совсем скоро будут готовы суси. Главное аккуратно повторять за шеф-поваром. Но пока ничего сложного. Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся. Соус добавлять я умею. На это вообще особого ума не надо. Как это называется? Авокадо? Самое главное все скрутить ровно. У вас, бабуля, уж точно не получится. Ну вот, идеальные суши готовы. Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые. самое время обернуть суши в лосось. Главное не пожалеть рыбы, нарезать ее толстенькими кусочками. И нельзя забывать про соевый соус. Рыба, говорите? Хорошо, будет сделано. Готово. Надеюсь, получится вкусно. Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно. Но я придумала оригинальный выход из ситуации. Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно. Мерзко. Это еще почему. Огурец идеальная заготовка для суши. в него нужно только побольше риса затолкнуть. Совсем неаппетитно. Погоди, это еще не все. Ну вот, смотрите, какая красота. Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса. Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду. А вот сладкие суши я попробую с удовольствием. ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно. Остался последний кандидат. Вот они настоящие суши. И на вид, и на вкус. Госпожа повар, вы победили. Спасибо, но это было очевидно. надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас. Я слышал, что начинать нужно с теста. Думаю, с ним у меня проблем не будет. Добавим сахарку для сладости. Немножко перемешаем. Класс! А теперь добавим муку. Ой-ой, кажется, что-то в нос попало. Вот тебе и вафля. Ничего страшного, продолжаем. Ого, я высыпал целую пачку. Ну, наверное, так и надо. Осталось только хорошенько размешать. Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу. Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки. О, да, тесто получилось вкусным, а главное без яичной скорлупы. Надеюсь, из него получится достойная вафелька. Все добавили сахар, но я-то знаю, что сахар вреден, так что вместо него я добавлю кабачок. Даже не так. Я сделаю вафлю из кабачка. Мне понадобится натереть его на мелкой терке. Готово. А теперь добавляем яйца и, конечно же, муку. Хорошенько все перемешиваем и добавляем зелени для вкуса. Звучит противно. зато такое тесто гораздо полезнее вашего. Вот теперь его можно и вафельницу залить. И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела. Да, время засечь это правильная мысль. Ой, а я-то время не засек и моя вафля сгорела. Горячо это как? Ну ничего, ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа. Ну получилась же красота. А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом. Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним. Какая вкуснятина. А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами. Не терпится попробовать. Начну вот с этой. Ой, эта вафля какая-то пережаренная. Такое я есть не буду. А это что? Эти вафли со вкусом травы и кабачка. Ненавижу. А вот это явно что-то вкусное. О, да, именно то, чего я и хотела. Бабушка, ты побеждаешь. Ура, не зря я так старалась. Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе. Окей, будет сделано. расплюнуть. Мне в голову пришла просто гениальная идея. Горячий кофе это скучно. Сегодня в моде холодный кофе, то есть фрапучино. Нужно закинуть побольше льда в большую кружку, а потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа. И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе. Он у меня, между прочим, из Старбакса. А еще коктейли с шоколадки Твикс явно не будет лишним. Его я немного взобью и использую вместо молочка. А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе. Растворимый. Я знаю, что моя внучка такой любит. Ну вот, думаю, достаточно. Добавляем взбитый коктейль, а сверху украшаем взбитыми сливками. Остались последние штрихи. Печеньки Оруа и палочка Твикс. Ну и, конечно же, трубочка. Ох, дилетанты. Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе. С помощью весов я отмерю нужное количество зерен. кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции. Смотрите и учитесь. И вот только теперь я залью кофе кипятком. Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно. Теперь я налью кофе в чашку. А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную. Про правила подачи тоже не нужно забывать. Смотрите, какая красота. Начну с кофе посередине. Бабушка, я этот кофе всегда узнаю. И пора признаться, что он мне совсем не нравится. Вот этот кофе выглядит приятно. Вкусно, но немножко горьковато. Остался последний кандидат на победу. О, вот это реально круто. Братик, в этом раунде побеждаешь ты. Да, наконец-то.